всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня решил начать приготовление праздничных рулетов к столу по моему замыслу раз они праздничные то должны быть сочными и нарядными поэтому купил в магазине вот такой кусок говядины этот шмат с пузо теленка смотрите какой разделяется такие пара слоечки очень классный купил свиную вырезку и купил кусок иберийской свинины ведь какая куча жировых прослоек практически мраморное мясо этот отрубку у испанцев называется секрету в случае со свиней секрета десерта сайта по-испански свинья находится он на свиной туши вот здесь на себе не показываю сейчас кажется то есть сразу за передним окорком чуть ближе к заднему на поверхности ребер размером практически всегда примерно с ладонь и по толщине в том числе сегодня мясо только засолю через несколько дней подвергну тепловой обработке для начала надо вот этот шмат зачистить от пленок для большей сочности засаливать буду шприцеванием разведу в кипяченой воде поваренную соль нитритную сахар и пищевые фосфаты точно такие же фосфаты какие добавлены например в плавленый сыр разве что в плавленом целях восемь раз больше будет чем в моем мясе да сразу не сказал я всегда практически отвешиваю соль пряности нитритную соль фосфаты при помощи вот таких вот точных весов очень давно их купил уже китайцев на алиэкспрессе вот такие вот они позволяют отвешивать специи пряности с точностью до одной десятой грамм а это круто так что если хотите точности на кухне тоже пользуйтесь такого типа кому лень искать на алиэкспрессе я постараюсь найти ссылочку на такие и в конце ролика нет просто подобных под роликом описание оставлю ссылочку фосфаты нужны для повышения влагоудерживающей способности мяса она же при тепловой обработке будет сок терять чтобы меньше у потеряла я их и использую купить их можно практически в любом магазине для колбасников ищите такие в интернете да можем без фосфатов готовить такую штуку но тогда продукт получится менее сочным я использую не парюсь кстати беру и в магазине ем колбаски павел хозяин магазина огромное спасибо респект чести и уважуха все растворилось можно шприцевать воспользуюсь обычным медицинским шприцом обкалываю за расчет 200 граммов рассола на 1 килограмм мяса остаток рассола я его готов на 5 процентов больше чем нужно распределю сверху мясном зале просто залю куски мяса сверху и все положу вот все в емкость и пусть он сверху будет просаливать все будет холодильнике несколько дней конечно пару раз день постараюсь из холодильника мясо доставать переворачивать на другой бачок чтобы более равномерно просаливалась встретимся через некоторое время продолжаем разговор прошло три дня и сегодня можно завершить процесс мясо и вынулось холодильника пару часов назад даже на два с половиной часа прошло она уже прогрелась до комнатной температуры и сейчас остается только собрать рулеты и отправить их на тепловую обработку кусок говядины надо разделить на две части у меня будет два рулета один это говядина вырезка а второе это говядина и секреты десерта заматывайте воду в коллагеновую пленку из магазин ем колбаски так как рулеты праздничные использую обсыпку из пряностей яркую такую вы составляете набор пряностей на свой вкус и я воспользуюсь готовыми очень они мне нравятся так говядинка и вырезка вот так а сверху опять смесь пряностей иногда очень плотно свернуть в рулет чтобы пленка лучше держалась смажу ее смесью рассола и выдержившись мясного сока ну и остается затянуть сетку годится любая можно даже в аптеке купить я на и бы и нашел натянул на кусок пластиковой трубы для удобства а теперь со вторым рулетом то же самое только набор пряностей использую уже другой отлично но обязательно конечно теперь тепловая обработка я буду ее проводить в духовке конечно можно было бы батон такого типа и подкоптить но на мне сегодня этого не хочется потому что я считаю что аромат копчения даже самый легкий будет конкурировать с вот этим набором пряностей так что духовка обязательно нужно контролировать температуру в духовке и в батонах я для этого воспользуюсь термощупом первый этап обсушка 1 текущий температуру духовке 2 3 соответственно 1 2 батонку басы он будет идти примерно 40 60 минут при температуре назвал 50 градусов с конвекцией затем второй этап обжарка температура 80 85 конвекция также работает оборит обжарки будет длиться до достижения температуры центре батона температуры 45 50 градусов затем я налью кипятка на противень самом низу духовке и начнется процесс варки паром с конвекцией при той же температуре до достижения температуры в центре батонов 70 плюс минус 1 после чего очень быстрое охлаждение то есть достигла температура 70 сразу убираю сразу быстро охлаждают до температуры не выше плюс 8 после чего убираю в холодильник на сутки зачем все расскажу завтра встретимся на пробе пора пробовать начну я наверно вот с этого кусочка это свиная вырезка и говядина аромат мяса такой ветчинный причем на него накладывается очень мощный аромат пряностей классно сочно пряно мне кажется качестве нарезки для праздника стола это очень нарядное очень здорово ладно кусочек даем позже сейчас второй кусок значит второй кусок это у нас опять же говядина с куском секрету десерта то есть кусочком который вот отсюда идет свинины жирком то есть это менее постный кусок без другим набором пряностей вот куджут на семена в обоих смесях прям очень классно очень к месту и наверное вот этот кусок жирком более интересен если вы не сможете найти именно такое труб то используйте в качестве второго составляющего кроме говядины например в свиную шейку будет будет очень хорошо слушайте отличные получилось рулеты мне прям нравится и обновленных пряности добавил немножко побольше бы перца черного и может быть чеснока мне нравится вот такие местные рулеты чесноком на в составе этих пряностей чеснока нет вот он был бы очень хорош я считаю но я не настаиваю на этом наборе пряностей сами выбирайте сами собирать все как вам нравится делайте будет очень классно что касается выдержки после того как рулеты подверглись тепловой обработки если вы сразу горячим виде разрежете они вам покажутся черешур солеными я не знаю чем это связано но из всего моего опыта приготовления колбас вичин докторских колбас в горячем виде сразу после приготовления изделия всегда кажется более соленым чем она потом оказывается на самом деле вылежав хотя бы сутки в холодильнике учитывать этот момент при своих пробах на этом позвольте вам прощаться огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репост и всем пока меня ждет это мяско эти рулеты обалденные